У нас тут во время карантина в концептуальном движении пошли процессы, видимо, не очень такие хорошие. И опять они раскалывают общество, ты за кого, за того или за того, ты с кем будешь на эту тему. И я думаю, все люди нормальные, здравомыслящие, они уже поняли, в чем тут дело и как нужно себя вести. А тот, кто не понимает, что за ситуация идет, то, видимо, им и воспользуются в этой ситуации самым не наилучшим образом, самым нехорошим. В общем, такое ощущение, как будто бы жизнь нас совершенно вообще ничему не учит. Вот сколько концепцию распространяем, а на одни и те же грабли встаем. Я о чем сейчас говорю? Смотрите, вот у нас персоны влияния. Ну, внутренний предиктор СССР, ну, с конца 80-х годов начал свою деятельность. Виктор Алексеевич Ефимов подключился, Константин Петров. Тут его деятельность, период деятельности был Сова Любов, Валерий Викторович Пякин. Вот четыре персоны влияния я выделил и один коллектив. И вы можете задаться вопросом, а что случилось вот здесь вот? Что случилось вот здесь вот? А почему у Ефимова этого не случилось? Те, кто молодые, они даже не знают биографии, что здесь происходило, какие взаимоотношения, какие возможные конфликты. Люди, которые недавно подключились к изучению концепции общественной безопасности, они не знают предысторию ее развития. И, соответственно, с помощью них можно, ими можно манипулировать, потому что они просто не знают истории. Так вот, о чем я говорю? Я хочу сказать, что всякий раз, как персона влияния, которая занимается распространением концепции общественной безопасности, как только она выходит на конфликт, конфликт с кем-нибудь, здесь у нас были конфликты, здесь у нас тоже были конфликты, и здесь начался конфликт. Как только персона влияния начинает отклоняться от своего курса, ты стал персоной влияния для того, чтобы распространять информацию эффективно. Ну и на мастер-классе как-то вот показывает, насколько она эффективна, освоение этой информации, концепции преображает твою жизнь, улучшает ее. Как только ты входишь, начинаешь развивать конфликт, причем, смотрите, конфликт начинается он уже после того, как персона влияния проходит значительную часть, то есть персона влияния вначале обучается, и только перед своим завершением своей деятельности начинает конфликтовать. Так любую персону влияния можно взять и рассмотреть, что вот есть закономерность перед завершением деятельности, до этого момента завершения начинается конфликт. Петров, он и конфликтовал с внутренним предиктором СССР, и с Ефимовым, Славолюбов тоже конфликтовал и с внутренним предиктором СССР, и Ефимовым, и Валерий Викторович Пякин тоже начал конфликтовать с внутренним предиктором СССР. Если Виктор Алексеевич Ефимов был бы на свободе, то Валерий Викторович Пякин тоже конфликтовал бы с Виктором Алексеевичем. Конфликта нету, почему? Потому что Виктор Алексеевич Ефимов, он находится в местах не столь отдаленных теперь. Ну и если вы хотите разобраться в ситуации и выработать для себя алгоритмику, что вам делать при такой ситуации, а мы живем уже сейчас вот здесь вот, когда-то мы жили вот здесь вот, жили здесь, здесь, кто-то из нас концепцию начал изучать только вот здесь вот, кто-то здесь, кто-то здесь, а представляете себе, кто-то узнал о концепции еще вот здесь, здесь, здесь. И они вот эти вот все конфликты, они видели. Они видели, как персона влияния обретает этот хайп, скачок популярности. А потом они видели, как персона влияния начинает конфликтовать. Потом эти конфликты, они разрастаются. А потом персона влияния завершает свою деятельность. Люди, которые изучают концепцию там с 90-х, с 2000-х годов, они это все видели. Они могут с вами поделиться с теми, кто более позднее начал подключаться к этому процессу. О чем я хочу сказать? О том, что мы наблюдаем закономерность. Что если персона влияния входит в конфликт, то она встает на алгоритмику, попадает в матрицу своего завершения. В общем, есть угроза завершения деятельности Валерия Викторовича Пякина. Согласно вот этой практике жизни. Обратите внимание, бесконфликтность, она именно продуктивна в распространении концепции общественной безопасности. И Виктор Алексеевич Ефимов, на него выходил конфликт с конфликтом и Петров, и Славолюбов. Он выдерживал этот конфликт, он ведь в него не ввязывался. И благодаря этому его деятельность, она сохранилась. И почему он сейчас не на свободе, догадайтесь почему. Потому что он не входит, не ввязывается в конфликт. А в тополитарной системе это нужно обязательно. Все персоны влияния, рано или поздно, если они хотят остаться при власти, они должны конфликтовать. Это матрица для персон влияния. Это их судьба в тополитарной системе. Я не хочу, чтобы Валерий Викторович Пякин завершил свою деятельность, попав в матрицу, в какую попали персоны влияния, которые были до него. Я желаю скорейшего прекращения этого конфликта. И я желаю, чтобы все персоны влияния, которые распространяют концепцию общественной безопасности, они занимались своим делом и не входили в конфликт, который льет водичку на мельницу глобального предиктора. Вот этого делать не надо. Продолжение следует...